Друзья, всем привет! Меня зовут Таня и вы на моем канале, где я рассказываю вам, как выбрать отдых, который понравится вам. Делаю обзоры отелей и рассказываю, делюсь с вами новостями туризма. Сегодня мы поговорим об отелях Сочи, района Сочи. Это и Лазаревская, и Центр Сочи, и Адлер. Я буду чуть-чуть рассказывать о самых популярных отелях этого региона по соотношению цена и качества. И буду делать небольшие комментарии. Это для того, чтобы вы вообще ориентировались в курортах, в отелях и знали, какой отдых вы можете для себя выбрать. И знали, наверное, цены, да, соотношение цены к отелю. И места еще в России на отдых есть, у нас только начало сезона, поэтому начинаем. Начинаем мы с Центра Адлера и Адлер Курорт. Здесь что хорошо? Близко аэропорт, если вы летите из Москвы или из регионов, которые прилетают в Адлер. Сразу хочу сказать, для тех, кто не знает, Сочинский аэропорт, это и есть Адлер. Вот у них один аэропорт, Адлер. И тот, кто не знал, до Сочи ехать примерно 35 минут плюс-минус. Меня и за 20 минут довозили в местные лихачи, когда я летала туда в командировку последний раз. И в Адлере множество мини-отелей. Вот здесь очень хорошо для тех, кто любит небольшую территорию, городские отели. Но плохо то, что они по местам, конечно, очень быстро заканчиваются, потому что маленькие. Так, начинаем с отеля Grace Global. Я себе сделала, видите, вот такая у меня огромная стопка. Я проделала работу, чтобы оперативно донести вам всю информацию. У Grace Global, это 4 звезды, нет железной дороги. В Адлере есть железная дорога, через пути, через которую нужно идти на пляж. Вот у Grace Global нет. Он реновированный, 500 метров от отеля пляж. Шезлонги, зонтики в этом отеле платно. От ТЦ Мандарины дальше железной дороги нет. Отель Prestige, 4 звезды. Фасад смотрит на море. Пляж близко. Но железнодорожная дорога, это про то, что я как раз говорю. Тихий, особо нет ничего рядом. Если вам нужна тусовка, центр близко, то это не тот вариант. У них 100 метров пешком до пляжа. И про отель Prestige, так же, как про некоторые отели с Адлера, я что хочу сказать. Если вы на групповом трансфере и даже на своей машине, не к каждому отелю ко входу можно подъехать. Вот если вы на индивидуальном трансфере едете на автомобиле, то там припарковаться ко входу никак. То есть 100 метров придется пешком. Это если у вас, например, 5 чемоданов, и вы учли, когда приезжаете в этот отель. А если большой автобус, то высаживают за 500 метров до отеля. И 500 метров нужно будет идти к отелю. Это, кстати, не единственный такой отель. Близнецы, апартаменты. Апартаменты – это не просто отель, а это номера с какой-либо кухней, которая представляет из себя кухонный уголок. Собственный пляж 30 метров. Это сам Адлер. Нет ЖД путей. Нормальный трехзвездочный отель. Про парковку тоже хочу сказать, что там нормальный подъезд. Но наши русские люди, они иногда так паркуют, что к этому отелю не подъехать. Тоже имейте это в виду. Оазис. Три звезды. Близко к морю. Приличные три звезды. Есть Wi-Fi. Это вообще хорошая трешка. Если вы хотите трехзвездочный отель, то смело его берите. На всякий случай напоминаю, что пляж Галька здесь. И у них хороший песчано-галечный пляж. То есть, если много где Галька, то здесь песчано-галечный. Отель Альмира. Это если кто-то хочет жить каким-то отелем поближе. Это сосед Грейс Глобал отеля. 150 метров до пляжа. Рядом набережная. На мой взгляд, это плюс рынки рядом. То есть, центр. Это активный городской отель. И на самом деле, туристам он очень нравится. Так. Адлер Курорт. Адлер Курорт. Это такой целый город. И у них много корпусов. Например, по новее это Коралл Корпус. Коралл. Кто-то его называет. Ну, вообще Коралл. Стал он получше. На самом деле, очень многие любят этот комплекс. И отзывы по нему не очень хорошие. Вот сразу скажу. Ну, потому что там огромное количество номеров. Там хорошая территория. Но сами номера и обслуживание оставляют желать лучшего. Набережная рядом. Вот не знаю, как еще донести. Это простой, понятный вариант для людей, который, в принципе, нравится. И в котором есть все необходимое для отдыха. Из года в год, если кто-то из людей отдохнул и их устроил этот отель, они возвращаются снова и снова именно в этот пункт размещения. Скажу, то есть Адлер Курорт, это еще и санаторно-курортное лечение, как и во многих вариантах. И сейчас в России санаторно-курортную карту во многих местах можно за дополнительную оплату сделать на месте. Это если вы забыли и не знали заранее, что будете брать лечение. Например, вот такую ремарку сразу хочу сделать. Буду рассказывать про все корпуса. Вот Адлер Курорта. Этот курорт находится через ЖД пути, через регулируемый железнодорожный переход. Никаких неудобств обычно не возникает у туристов с переходом на пляж в этом комплексе. Продолжаем. Дельфин 2 звезды. Шикарный бассейн. Но это 2 звезды, чтобы вы знали. Это не 5 звезд. И первая линия. Также Адлер Курорт. Пансионат Охотник. Нет ЖД. Сразу на берегу. Огромный плюс для тех, кто любит. Зимой СПА входит в стоимость. Летом он не входит. И крытый подогреваемый бассейн. То есть самое главное о каждом отеле вам рассказываю. Алые паруса. Рядом с Адлер Курортом. Он находится. Уютный. Рядом пешеходная зона. Находится он в парковой зоне курортного городка на берегу моря. Это были алые паруса. Экодом Адлер. Три звезды. С бассейном. Уютный дворик. С кафе. Бассейн небольшой. Но и не маленький. То есть можно искупнуться. Уже есть. Уже хорошо. Дефицит с местами. Всегда. Если вы его нашли. Он вам понравился. Сразу бронируйте. Время вообще не тяните. Есть у него СПА. Экодом Блэк Си. Часто остановка продаж. Он небольшой. Рядом расположен фрегат. Я про фрегат в этом году не рассказываю. Потому что он пока не работает. И неизвестно будет ли работать вообще в этом году. Экодом Блэк Си. Это современный такой отельчик. 100 метров от пляжа. Видный. Апартотель. Это опять же значит, что есть кухонька у нас. Апартотель. Три звезды. Современный. 200 метров до пляжа. Городской пляж. Номера хорошие. Зелененький. Советую. Грейс Кипарис. Три звезды. Грейс. Это вот цепочка как раз отелей. Когда я говорю Грейс, то если вам один из Грейсов понравился, то вы можете смело брать или высшую категорию, или прощую категорию. В зависимости от ваших финансовых возможностей. Грейс Кипарис. Один из любимых отелей у туристов. Первая линия. Пляж. Круглогодичный. Хороший вариант. Есть бассейн с подогревом. Грейс. Времена года. Больше такой городской вариант. Грейс Орли. Три звезды. 150 метров до моря. Был контактный зоопарк до ковида. Я не знаю, в этом году будет он или нет работать. Близко пляж. Хорошее обслуживание. Есть бассейн. Шезлонги. Платно. Ну, почти везде есть тех вариантов, что я рассказываю. Шезлонги платно, но есть где и бесплатно. Знание. Санаторно-курортный комплекс. Три звезды. Выглядит он не ярко, но все номера реновированы. Улыбчивый, вежливый персонал. Хорошая территория. Это вот, знаете, старые такие пункты размещения. Зелень. Спортивные площадки. Бассейн открытый. Анимация спортивная есть. Дефицит номеров эконом. Это которые не реновированы, но они, конечно, самые экономичные. Есть мацеста. Это, кто не знает, да, это такие процедуры лечебные. Подземный переход под ЖД. Собственный пляж. И что у них хорошо? Грамотный, хороший директор, который, знаете, занимается развитием и хочет, чтобы в этом пункте размещения отдых ваш удался. Ну, наверное, все бывает, человеческий фактор, но в целом персонал очень улыбчивый и такой семейный. Южное взморье. Санаторий три звезды. Выше по уровню, чем знания, которые перед этим я вам рассказала. Востребованный. Ухоженная территория. Магнолии есть. Публика, знаете, подбирается, даже не знаю, как сказать. Вот, знаете, одно слово, классная публика. Можете смело сюда ехать, хотя, когда туристы смотрят этот отель, говорят, о нет, мы сюда не поедем. Вот, и что хочу сказать, над ним летают самолеты. Это может кого-то напрягать. На самом деле, редко кого напрягает, но если для вас это важно, чтобы вы знали. Собственный у них пляж. Есть открытый и закрытый бассейн. И лечебная база, лечебные процедуры. Раньше тут отдыхали, я не записала весь список, кто отдыхал, и не сказать, что это элита. Ну, например, космонавты раньше отдыхали в Южном Взморье. Мечта. Эконом. Это мечта эконома две звезды. Это, знаете, я всегда люблю сказать, что мечта у всех разная. Понятие мечты у всех разное. Это городской пляж галечный. Это эконом вариант. И солнышко две звезды. Это тот вариант, где тоже часто очень быстро заканчиваются места. Но на самом деле он хоть и эконом, но неплохой. Есть своя небольшая территория. Руководство и персонал относятся к посетителям, так скажем, по-семейному. Вы приезжаете как будто погостить кому-то в семью, да, в гости. Хороший, качественный, бюджетный вариант. Это у нас был Адлер. Давайте центр Сочи, хосту Дагомыс. Вот в этом районе мы посмотрим. Лазурное. Отель Газпромовский. Просто скажу одно слово, что отель Газпромовский это уже хороший отель. И про него ничего не буду говорить. Свис-отель Камелия. Пять звезд. То же, что я скажу. Хороший отель. Насыпной песчаный пляж. Тут обычно вопрос не в цене для туристов, кто хочет попасть в этот отель. А чтобы были места в наличии мест. Поэтому отель классный. Этим все сказано. Высокого уровня. Хаят Рейдженси Сочи. Это мы, кстати, и Свис-отель Камелия. И следующий отель это центральный район Сочи. То есть это сам Сочи. Хаят Рейдженси тоже не нуждается в представлении хорошего, высокого уровня отель. Пульман отель. Я сама в Пульмане была. В отеле Меркур была. На ютубе есть, кстати, видео об этих отелях. Я, что могла, снимала. Пульман современные отели. Где-то 250 метров до моря. Спуск по таким очень приличным лесенкам. Так же, как у отеля Меркур. Если вы посмотрите. То есть это здание такое, как оно называется, четырехлистник, по-моему. И в этом здании находится отель Меркур. Находится отель Пульман. Находится отель Три звезды, про который я скажу позднее. Если вы хотите вдруг это расположение. Потому что расположение очень хорошее. Рядом порт, пешком, ботанический сад, набережная, кафе, пляж галечный. И очень хорошая ухоженная зона в этом районе. Поэтому Пульман у них, значит, есть спа. В этом районе перегружены пляжи. И они не такие чистые, как в Эмеретинской бухте. Жемчужна отель. Очень популярный собственный пляж. Все рядом пешком. У них новенькие номера и бассейн с морской водой. По-моему, у них, если я не ошибаюсь, есть подогрев.